Время новостей на телеканале Утрар. В студии работает Желудышу Кенова и в начале коротко о главном. Когда не хватает самим, увеличиваем экспорт. Где логика? Покончила с унижением и насилием. Какой приговор вынесли женщине, убившей мужа? Пока одни выясняют отношения, другие думают, что делать с проездными картами. Конфликт интересов или борьба за справедливость. Казахстан рекордно увеличил экспорт сахара. Такие данные привели аналитики сайта EnergyPromer. И это при нехватке сахара внутри страны. За границу вывезли более 72,5 тысяч тонн песка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году на экспорт отправили почти в 405 раз больше сахара. В чем причина и как будут решать вопрос со спросом на местном рынке, разбиралась моя коллега Анастасия Новикова. Казахстан наращивает экспорт сахара. В этом году за рубеж отправили в 405 раз больше сахара, чем в предыдущем. При этом, по данным за прошлый год, Казахстан зависел от импорта этого продукта. За семь месяцев на экспорт отправили 72,5 тысяч тонн сахара, что стало рекордным показателем за последние несколько лет. Это больше 77% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов. Главными покупателями стали Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. По словам представителей отрасли, вероятнее всего, это реэкспорт российского сахара, который был ввезен на территорию нашей страны. Трейдеры даже могут продавать его под видом казахстанского. По словам президента ассоциации Айжан Нурсгалиевой, ни один отечественный завод не реализовывал сахар на экспорт. Сейчас предприниматели заняты переработкой свеклы, чтобы обеспечить местный рынок. Если в предыдущие годы сырья было недостаточно, то в этом году в избытке. Сахарные заводы, их мощности не готовы переработать весь объем, который произвели фермеры. Для того, чтобы заводы могли перерабатывать весь этот объем, им необходимо модернизировать производство. В Минсельхозе предполагают, что в этом году урожай свеклы будет в два раза богаче, чем в прошлом. Раньше сахарные заводы не были загружены на полную мощность из-за нехватки сырья. Последние годы посевные площади увеличивали и планируют наращивать производство. В 2023 году это 13,4 тысячи, а в этом году уже 25,2 тысячи кектар. Этот объем как раз сейчас обеспечивает мощность наших трех заводов полностью под завязку. Сейчас уже вопрос стоит о том, чтобы дальше увеличивать эти мощности переработки сахара. Теперь рассматривается вопрос постройки линии по приемке сахарной свеклы в Тарасском сахарном заводе. Эксперты говорят, для этого необходимо увеличить размер государственного возмещения при инвестициях до 50%. А еще защитить рынок от ввоза продукции по серым схемам. В год казахстанский рынок потребляет 580-600 тысяч тонн сахара, из которых лишь 13%. В прошлом году покрыли за счет производства из местного свекловичного сырья. Остальное – за счет импорта сырья и готовой продукции. В планах министерства довести обеспеченность местным сахаром к 2028 году до 83%. При этом сейчас предпосылок для возникновения дефицита сахара нет. Анастасия Новикова, Дворон Абдиев, Абзал Туребеков, Информбюро. В Джатусайском районе Туркестанской области активно идет сбор хлопка. В этом году собрано уже свыше 50 тысяч тонн белого золота. Для улучшения взаимодействия между фермерами и перерабатывающими заводами была внедрена система контрактов, обеспечивающая прозрачность финансовых операций. Власти уделяют внимание внедрению новых водосберегающих технологий для повышения урожайности и устойчивого водопользования. Заместитель Акима Тургестанской области Нурбул Туражбеков посетил хлопковые поля, хлопкозаводы и пункты приема хлопка в Джатусайском районе, а также пообщался с фермерами. В районе, где имеется около 80 тысяч гектаров рожаемых земель и почти 10 тысяч крестьянских хозяйств, в этом году посеяно больше 40 тысяч гектаров хлопка. Сейчас начался сезон сбора белого золота, и на семи хлопкозаводах работают 75 пунктов приема хлопка. Из них 53 принадлежат хлопкозаводам на территории Джатусайского района, а 24 – хлопкозаводам в районе Мактарал. С начала осеннего сбора урожая собрано больше 50 тысяч тонн хлопка. Для обеспечения законности финансовых операций между перерабатывающими заводами и фермерами была разработана специальная форма контракта, которая была распределена среди всех заводов при непосредственном участии Акимата района и районной прокуратуры. В районе, где основным источником дохода является агросектор, представители обла Кимата ознакомились с проводимой работой по запуску вертикальных дренажей. Из 380 вертикальных дренажных скважин только 170 функционируют постоянно. В октябре прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации начало работы по восстановлению 210 вертикальных дренажных скважин. Завершение работ планируется в 2026 году, после чего их передадут в пользование местным жителям. Во время встречи с фермерами заместитель Акима области подчеркнул важность качественной организации сбора хлопка, своевременной государственной поддержки для осеннего сбора урожая, а также поднял вопрос цены на хлопок и другие актуальные темы. Он также предостерег от случаев мошенничества с весами на пунктах приема и намеренного занижения качества хлопка в лабораториях. Для выращивания хлопка в Туркестанской области внедряют новые технологии. Они позволяют экономить воду и увеличивать урожайность как минимум в два раза. Обеспечение страны водой – вопрос национальной безопасности. Касамжмар Тукаев поручил правительству усилить внедрение водосберегающих технологий в Казахстане. Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления. Вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучить опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача. Вопрос национальной безопасности. Всего в Житусайском районе высадили почти 20 тысяч гектаров бахчевых, больше 3 тысяч гектаров овощей, около 7 тысяч гектаров зерновой кукурузы, а также 6,6 гектаров кормовых культур. 321 крестьянское хозяйство реализует проект получения урожая дважды в год на 1200 гектарах, а общая площадь теплицы парников составляет 23 гектара. Технология капельного орошения внедрена на 2800 гектарах для хлопка овощей, бахчевых, фруктов и винограда. Агентство по финансовому мониторингу пресекло Наркоканал, через который наркотические средства, такие как марихуана и экстракт каннабиса, доставлялись в Казахстан под видом товаров народного потребления. В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шемкенте и Усть-Каменогорске были задержаны лица, получавшие почтовое отправление из США. В ходе операции было изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса. В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержаны 10 граждан Казахстана. С начала года агентством зарегистрировано 93 уголовных дела, в рамках которых из незаконного оборота изъято 52 кг наркотиков, включая 8,7 кг гашиша и 4,8 кг марихуаны. Также изъято 1,7 кг психотропных веществ и 206 анаболиков. С начала года в регионе зарегистрировано 11 ДТП с участием безнадзорных животных, в результате которых пострадали 23 человека. Ночные поездки по трассам представляют особую опасность. В области функционирует 100 специальных загонов для временного содержания, оставленных без присмотра животных. С начала года в них помещено около 200 голов скота, из-за нарушения правил содержания животных оштрафовано свыше 200 сельчан. 13 октября произошло очередное столкновение. 32-летний водитель на трассе возле поселка Акраб столкнулся с лошадью. Животное погибло, человеческих жертв нет. На владельца лошади составлено административное производство. Для повышения безопасности на трассах установлены 47 макетов патрульных машин и животных. Владельцы скота предупреждены, что в случае ДТП с их животными им грозит штраф в размере 5 МРП. Министерство внутренних дел продолжает активную борьбу с организованной преступностью. С начала года в Шемкенте задержано более 10 криминальных группировок, причастных к тяжким преступлениям. 8 октября в ходе операции задержана молодежная группировка, оказывавшая криминальное покровительство развлекательным заведениям и занимающиеся вымогательствами. 11 октября задержаны участники другой группы, вымогавшие деньги у предпринимателей Шемкента, требуют до 3 миллионов тенге за крышевание. В ходе операции задержано 35 человек, проведено более 100 обысков, изъято огнестрельное и травматическое оружие, включая автомат Калашникова и более тысячи боеприпасов. Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куанды Калпыс отметил, работа по обеспечению правопорядка в регионах находится под постоянным контролем. Ранним утром во вторник в столичном районе Байконыр произошел пожар в общежитии на улице Тарас. Огонь охватил четвертый этаж здания, где загорелись комната и кровля. Площадь возгорания составила 850 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и с помощью трехколенной лестницы спасли шесть человек с третьего этажа. Пять человек пострадали от отравления дымом и были переданы медикам для оказания помощи. Процесс тушения был осложнен припаркованными автомобилями, загромождавшими подъезд к зданию. Причины возгорания в настоящее время выясняются. В Павлодарской области оштрафовано около полутора тысяч человек за загрязнение места общественного пользования. Во время мониторинга социальных сетей был выявлен водитель автомобиля Toyota, который плюнул на землю, совершив правонарушение. В отношении него составлен административный материал с наложением штрафа в размере 5 МРП. Также за соблюдение требований дорожных знаков водителю был наложен штраф в размере 3 МРП. Полиция напоминает, что за подобные нарушения предусмотрена ответственность, и с начала года к административной ответственности привлечены 1678 граждан. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. За опытом в Шумкент по инициативе Казахстанской водной ассоциации состоялся обмен опытом между специалистами ТО «Водные ресурсы маркетинга» и представителями водоканалов Казахстана. В Шумкент приехали специалисты из Астаны, Кустаная, Щучинска, Шук, Злорды и Туркестана. Их интересовали многие аспекты работы шумкентского предприятия. Особое внимание было уделено комплексу очистных сооружений и применению биотехнологий «Айдропроцесс». Игорь Киселев приехал в Шумкент из Кустаная. Советник директора ГКП «Кустанай-СУ» не первый раз посещает ТО «Водные ресурсы маркетинг». У шумкентских коллег есть чему поучиться. На юге не боятся внедрять и обкатывать передовые технологии в сфере водоснабжения и водоотведения, говорит гость. Работа Чемкентского водоканала исторически всегда привлекала. Вы, как правило, всегда на шаг во многих делах впереди. В свое время мы к вам ездили, когда вы учет с нуля поднимали, другие вопросы. Сейчас меня больше интересует технология очистки сточных вод. Шумкентский комплекс очистных сооружений давно является примером для многих казахстанских водоканалов. Высокая технологичность, качественная очистка сточных вод и применение биогазовой установки, которая позволяет перекрывать высокие энергетические затраты комплекса. Особенно, что понравилось, низкое потребление внешней электроэнергии. Это энергонезависимость данного объекта, это отдельное слово, впечатляет, впечатляет. И качество, конечное качество, это всегда для каждого, кто занимается очисткой воды, понятное дело, что основной, это конечный результат. На мой взгляд, здесь отличные показатели очистки воды. В ходе обмена опытом технологи компании, представляющей продукт «Айдропроцесс», предоставили казахстанским специалистам детальные консультации по применению биотехнологии. Она заинтересовала многие водоканалы нашей республики благодаря ее первому применению в Шумкенте. На основные экспортные металлы. Но в то же время собственные доходы местных бюджетов исполнены на 115%. Доходы регионов составили почти 6 триллионов тенге. Что касается расходов, то государство исполнило все социальные обязательства перед населением. Выплатило пенсии, пособия, взносы на медстрахование. Подробности смотрите в деловом обзоре, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дипломатические отношения между Казахстаном и Арменией были установлены 27 августа 1992 года, вскоре после того, как обе страны обрели независимость. Уже в октябре того же года в Казахстане начало свою работу посольство Армении, а с марта 2007 года действует посольство Казахстана в Армении. Двусторонние отношения строятся на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Ключевые документы, регулирующие партнерство, включают договор об основах отношений и договор о дружбе и сотрудничестве. В этом году исполнилось 25 лет со дня подписания второго договора, который сыграл значимую роль в укреплении связей между странами. В Казахстане планируют внедрить автоматизированное рабочее место для профсоюзов и перейти на цифровое заключение трудовых и коллективных договоров, сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакепова. Одним из наших приоритетов является легализация трудовых отношений. Мы готовим проект, закон на который предусматривает внедрение автоматизированного рабочего места и переход на цифровой формат договоров. Планируем представить его на рассмотрение до конца октября, заявила Жакепова на правительственном часе в Можелесе, посвященном развитию рынка труда и укреплению кадрового потенциала. В пилотном режиме уже заключено более 8700 электронных трудовых договоров, а в информационную систему министерства внесены данные о 8000 коллективных договоров, что помогает защищать права работников. По данным Национального банка Казахстана, 14 октября доллар США 484 тенге 11 тын, евро 528 тенге 79 тын, российский рубль 5 тенге 3 тын, китайский юань 68 тенге 36 тын. В Казахстане рассматривают проект, который предполагает новые правила подключения к интернету. В общественных местах сообщает 24КЗ. Согласно предложению, пользователи смогут вводить номер телефона в специальную форму и получать одноразовый пароль для доступа. Это можно будет сделать через кнопку «Получить пароль» или с использованием системы ЕГОВ, что раньше не предусматривалось. Пароль будет отправляться в виде СМС или может быть получен через звонок. Кроме того, проект предусматривает возможность автоматического подключения при звонке на сервер оператора. Разработчики считают, что новая система повысит удобство и безопасность доступа в интернет. Интеграция с ЕГОВ поможет подтвердить личность пользователя, снизить риски мошенничества и улучшить доступ к интернету, особенно в зонах с плохим мобильным сигналом. Проект находится на стадии общественного обсуждения до 22 октября. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали американские ученые Дэрен Асемуглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, сообщает 24КЗ. Их исследования помогли глубже понять, как политические и экономические институты влияют на развитие стран. Работа ученых подчеркнула ключевую роль общественных институтов в обеспечении процветания государства. В новом маркете Черемушки огромный ассортимент продуктов отличного качества из Европы и местных товаропроизводителей. Чаи и конфеты, соусы и специи на любой вкус, колбасы и сыры, молочные продукты и детское питание, большой выбор свежих овощей и фруктов, соки и напитки, кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент бытовой химии. Маркет Черемушки – это высокий стандарт качества и свежести продуктов. Ждем вас по адресу улица Жильтоксан, 20. Сердцу не прикажешь быть здоровым, но можно ему помочь. Проверка сердечно-сосудистой системы в Гемотест от 1790 тенге. Подробности на сайте гемотест.ком. Деятельность лицензирована. Во всех регионах Казахстана завершился поливной сезон. Начали его в апреле, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Несмотря на прогнозы о засухе, правительство сумело принять меры и обеспечило аграриев бесперебойной подачей поливной воды. Всего подали около 11 миллиардов кубометров воды. Самые большие объемы получили крестьянские хозяйства Казалардинской и Туркестанской областей. Параллельно Министерство водных ресурсов ведет подготовку к следующему паводковому периоду. Начался сброс воды из водохранилищ в северных, западных, восточных и центральных регионах. Водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления. А в Туркестанской области прошла встреча Акима Дархана Сатыбалды с делегацией из китайского города Мяньянь, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества в сферах обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, строительства и переработки сельскохозяйственной продукции. Аким пригласил китайскую сторону участвовать в предстоящем международном инвестиционном форуме в Туркестане. Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с делегацией из города Маньян, провинции Сычуань, Китайской народной республики. На встрече Аким региона отметил дружеские отношения между Казахстаном и Китаем, подчеркнув развитые торгово-экономические связи с Туркестанской областью. Аким пригласил официальную делегацию участвовать в международном инвестиционном форуме, который пройдет 31 октября в Туркестане. В рамках масштабной встречи будут организованы бизнес-форумы, выставка товаров производителей Туркестанской области и встречи в формате B2B. Также в ходе встречи глава региона пригласил представителей Китая сотрудничать в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура, строительство и переработка сельскохозяйственной продукции. Добро пожаловать в город Туркестан, духовную столицу тюркского мира. Взаимоотношения между Казахстаном и Китаем развиваются на основе принципов дружбы, соседству и стратегического партнерства. Торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между двумя странами, которые развивались с момента создания Великого Шелкового пути, занимают особое место. Дипломатия наших президентов задает направление для надежного развития отношений между двумя странами. Ведутся активные работы по укреплению регионального сотрудничества. В июле в рамках рабочей поездки в КНР мы обсудили с губернатором провинции Шэнси, Хубэй и Ханань возможные направления сотрудничества в различных сферах и договорились о постоянном контакте для реализации взаимовыгодных проектов. Сегодняшняя встреча является отличной платформой для обмена мнениями по планам укрепления межрегиональных связей. Хочу подчеркнуть, что совместным проектом будет оказана всесторонняя поддержка. Китай входит в пятерку ведущих стран-инвесторов в экономику Казахстана. За последние 15 лет общий объем инвестиций из Китая составил 24 миллиарда долларов США. Мы готовы к установлению сотрудничества в таких ключевых сферах, как обрабатывающая промышленность, инфраструктура, строительство и переработка сельскохозяйственной продукции. Наш опыт и ресурсы позволят достичь взаимовыгодных результатов и внести вклад в развитие данных направлений. В этом году президент страны Касамжмар Токаев и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин провели переговоры. Это яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Казахстан придает большое значение укреплению узм многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействий налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двухсторонних отношений. Можно уверенно заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый золотой период развития. В нашей связи во многом способствует устойчивому социально-экономическому росту и повышению благосостояния двух народов. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 миллиард долларов. Это рекордный показатель. В настоящее время реализуются 45 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 14,5 миллиардов долларов в сперах промышленности, энергетики, транспорта и транзита, зеленой экономики, сельского хозяйства и других. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты. По словам главы государства, Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм. Мы готовы в конструктивном духе поддержать вопросы, связанные с реализацией вашей инициативы построения сообщества единой судьбы человечества. Наша позиция в отношении политики одного Китая остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с силами трех зол, терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение с вереницетой и независимости всех стран. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 миллиарда долларов, вступили в силу взаимно-безвизовый режим. В настоящее время проходит год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах. В прошлом году объем взаимной торговли Китая с Туркестанской областью составил почти 149 миллионов долларов США, из которых экспорт составил 60 миллионов долларов, а импорт – около 89 миллионов долларов. При этом взаимная торговля по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11%. А в Туркестанской области вынесли приговор женщине, убившей своего мужа после 30 лет совместной жизни. По словам 50-летней подсудимой, она пошла на это из-за постоянного насилия со стороны супруга, который часто был в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал ее виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы. Женщина воспользовалась моментом, когда муж был пьян, подошла сзади и задушила его поясом от кардигана. У супругов было четверо детей, один из которых родился с инвалидностью. По свидетельствам соседей, супруг часто избивал младшего сына из-за его физических недостатков. И в такие дни семья пряталась у родственников или соседей, чтобы избежать насилия. Эти показания были подтверждены в ходе судебного разбирательства. Карточки Тулем больше не будут действительны. Акимат Шимкента расторгнул договор с компанией Тулем. Такое заявление сделал в ходе брифинга главный транспортник Шимкента. В ведомстве пояснили, что причиной такого решения стали недочеты в работе компании. Как теперь будет работать система оплаты и что делать пассажирам из категории льготников в нашем следующем материале. Систему оплаты Тулем на рынок Шимкента внедрили несколько лет назад. Компания представила карты оплаты общественного проезда для детей, льготников и всех пользователей общественного транспорта. Работа была выстроена, правда и без проблем не обходилась. Теперь Акимат принял решение расторгнуть договор с компанией. «Было много жалоб на работу компании. Не работали валидаторы, жаловались представители транспортных компаний. Поэтому мы приняли такое решение. У нас расторгнут договор с компанией Тулем. Каждый, у кого есть карта, могут использовать свои средства, пока мы еще не отключили систему. Управление никак больше не сотрудничает с компанией Тулем». Резонный вопрос, как оплачивать. Есть разные категории пассажиров, среди которых льготники в управлении транспорта. Пояснили, что эта категория уход Тулема с рынка не почувствует. Их карты будут действительно и дальше. Более того, новые валидаторы будут вести учет пассажиров-льготников, имеющих эти карты. Причем в любом городе страны. «К нам поступили десятки заявок от разных компаний, даже из разных стран. Мы приняли такое решение. Теперь пассажиры не смогут оплачивать наличными, только онлайн. Мы выбрали одну компанию, где можно оплачивать любыми картами, смс, а блютуз. При этом жители нашего города с помощью карт новой компании «Автобус» могут оплачивать за проезд и в других городах». В самой компании Тулем заявление Акимата назвали преждевременным, ведь сейчас ведутся судебные разбирательства. «Нам пришло уведомление о том, что договоры 2019 года расторгнут, но мы с таким решением не согласны. Мы не согласны с пунктами, где они выразили свои претензии. Все они не обоснованы. Мы говорим об этом официально. Мы считаем, что договор расторгнут незаконно, поэтому мы обратились в суд». Ну а мы спросили у жителей города, что они думают по этому поводу. «Ну чтоб водителя не загружать лишний раз, он же все-таки отвыкается, когда наличку даешь, правильно? Он должен смотреть на дороги». «Налички иногда не бывают. И потом я не умею даже вот этими всякими другими оплатами вообще не умею пользоваться. Я не знаю, как теперь быть». Пока не ясно, будет ли компания работать и дальше на рынке Шимкента, пока система не отключена. Когда это произойдет, пока неизвестно. Это были итоговые новости на телеканале ОТРАР. Смотрите нас каждый день и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин